Виктория Третьяк Виктория Третьяк В Центр избирком начали поступать первые протоколы с мокрыми печатями. Уже приближается к концу обработка электронных протоколов участковых избирательных комиссий. Согласно этим данным в парламент проходят шесть партий. Более детально расскажет наш корреспондент Виктория Попович. Она работает в ЦИКе. Виктория, здравствуй. Ждем от тебя последних данных. Здравствуй, Вика. Да, действительно в ЦИК уже начали поступать оригинальные протоколы с мокрыми печатями. Первыми их привезли в Центр избирком из 146 округа Полтавской области. Их в ЦИКе протоколы приняли и взяли на дальнейшую обработку. Также, как неудивительно, одними из первых документы в Киев привезли из 45 округа Донецкой области. По словам комиссии 45 округа, по партийным спискам там проголосовало более 2000 украинцев. Причем, что интересно, более чем 50% из них отдали свои голоса за блок Петра Порошенко. Но, что касается кандидата, который выиграл там, кандидата мажоритарщиков, который победил в 45 округе, то им стал Ефим Звигильский. Однако, отмечу, что он самовыдвиженец, однако представитель партии регионов. Ну и, несмотря на то, что этот округ находится в проблемном регионе, правительству Украины удалось обеспечить там должный уровень безопасности. И выборы состоялись, предлагая послушать прямую речь, как же проходили выборы в 45 округе. Явка высокая была по округу. Все было спокойно, хорошо. Мы очень рады этому, потому что, понимаете, напряженная обстановка в всех регионах. Но, слава богу, все прошло хорошо. Люди проголосовали активно. Мы, в принципе, рассчитывали на большую явку. Также нам удалось пообщаться с куратором Луганской области, который опроверг информацию о срыве выборов на пяти округах Луганской области, в частности, на скандальном 106 округе. Напомню, ранее некоторые СМИ распространяли информацию о том, что члены комиссии округов, которые работают в Луганской области, написали письмо о фальсификации выборов и с просьбой считать выборы, проведенные в Луганской области, недействительными. Но это не так. Предлагаю послушать прямую речь. Центральной избирательной комиссии ни письменных, ни факсовых, ни электронных сообщений о таком обращении нет. Я думаю, его, скорее всего, не будет. Насколько мне известно, все окружные избирательные комиссии занимались, все это время продолжают заниматься приемкой, рассмотрением протоколов участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей. Ни одна избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия, не делегировала своих представителей для подписания такого заявления. Скорее всего, оно сделано из-за того, что это кому-то нужно. Не думаю, что у председателя окружной избирательной комиссии 106-го избирательного округа было очень много времени для того, чтобы готовить и делать такое обращение. Кому это нужно, выводы и расследования делайте сами. Ну и что касается подсчетов голосов, то в ЦИК уже обработали 90,09% голосов избирателей. Это почти 14 миллионов голосов от украинцев. И расстановка сил остается прежней. Народный фронт набрал 22,16% и занимает первое место. На четыре десятых от Народного фронта отстает партия Петра Порошенко. Третье место занимает самопомощь мэра Львова Андрея Садового. Их результат 10,96. Оппозиционный блок на четвертом месте с показателем в 9,35%. Радикальная партия Олега Ляшко все по-прежнему на пятом месте. Их результат 7,46%. Ну и замыкает шестерку победителей, которые проходят в парламент восьмого созыва. Партия Батькивщина Юлия Тимошенко. Их результат 5,7% голосов. Ну и всего 0,3% не хватает партии Свобода для того, чтобы преодолеть проходной барьер, 5% барьер в Верховную Раду. Ну и хотелось бы отметить, что по результатам национального экзитпола партия Свобода должна была пройти в парламент. Хотелось бы отметить также, что наиболее активно проходит подсчет электронных протоколов в Днепропетровской, Сумской, Закарпатской и Полтавской областях. Ну и естественно аутсайдерами по понятным причинам являются Донецкая и Луганская области. Там электронных протоколов подсчитали всего 70 и 48% соответственно. Ну хотелось бы сказать, что в ЦИК сегодня планируют закончить обработку электронных протоколов и уже действительно перешли к обработке протоколов оригинальных с мокрыми печатями. И так в ближайшее время ожидают представителей 31 округа, из Кривого Рога, которые должны привести оригинальные протоколы с мокрыми печатями с этого округа. На данный момент у меня вся информация. Дальше расскажем в следующих выпусках новостей. Вика. Спасибо, Виктория. Напомню, на связи со студией была наш корреспондент Виктория Попович. Международные наблюдатели дали положительную оценку выборам в Верховную Раду. Предварительные результаты голосования говорят о внушительных перспективах развития страны. Международные наблюдатели также верят в сильную политическую волю нового правительства. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу БТБ заявила наблюдатель из Италии Тана Дезилуэта, глава миссии долгосрочных наблюдателей УБСЕ. Мы верим в то, что новый парламент будет отличаться сильной политической волей и сможет выполнить то, что политики уже очень давно обещали украинскому народу. Мы ждем проведения реформ. Считаю важной гармонизацию выборного законодательства. Мы верим в то, что политические партии достигнут консенсуса в отношении тех вопросов, которые предстоит решить. Россия признает парламентские выборы в Украине и будет вести диалог с правительством и коалицией. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Политик уверен, что Москва сможет договориться с ведущей силой украинского парламента блоком Петра Порошенко. По его словам, эта политсила является партнером России и президента Владимира Путина по минским договоренностям. Лавров отметил, что президент Украины неоднократно подтверждал свою приверженность к выполнению этих договоренностей. Глава российского МИДа уверен, что в новое украинское правительство войдут политики, поддерживающие курс президента по восстановлению мира. Напомню, ранее Лавров заверил, что Россия не будет выполнять требования Запада. Думаю, что мы признаем результат этих выборов, поскольку нам очень важно, чтобы на Украине наконец появилась власть, которая занимается не борьбой друг с другом, не перетягиванием Украины, то на Запад, то на Восток, а занимается теми реальными проблемами, которые перед страной стоят. Рейтинг Владимира Путина резко снизился впервые с начала антиукраинской кампании в России. Как свидетельствуют результаты опроса Левада-центра, рейтинг главы Кремля, достигший в августе локального опека, начал снижение. Так, если в августе за Путина на президентских выборах были готовы проголосовать 57% россиян, то в сентябре уже только 49% опрошенных. Для сравнения, в январе этого года, то есть до событий на Майдане в Украине, рейтинг Путина составлял 29%. Эксперты утверждают, что анализировать снижение рейтинга российского президента можно будет, если оно продолжится на протяжении двух месяцев подряд. Российская валюта продолжает падать до рекордных минимумов. На торгах московской биржи курс составил 42 рубля 31 копейку за доллар и 54 рубля 3 копейки за евро. Таким образом, российская валюта продолжает ставить новые антирекорды. Аналитики считают, что валютные колебания в России связаны как с падением цены на основные экспортные продукты, нефть и газ, так и с санкциями, введенными Западом из-за агрессивной политики Москвы в отношении Украины. Четвертый гуманитарный конвой из России отправляется на юго-восток Украины. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Федерации. Представители Международного красного креста, в свою очередь, отметили, что, несмотря на их поддержку любой гуманитарной помощи, сама организация не участвует в этом мероприятии. В сообщении российского МЧС говорится, в Донецкую и Луганскую области направляется автомобильная колонна из 50 машин с так называемой гуманитарной помощью для местного населения. Напомню, ранее Россия направила на Донбасс три так называемых гуманитарных конвоя. Украинская сторона не имела возможности осмотреть содержимое грузов. За сутки в зоне АТО погибли два украинских военнослужащих, еще двое ранены. Об этом сообщил руководитель информцентра СНБО Андрей Лысенко. По его словам, активность боевиков на востоке Украины возрастает. По данным пресс-центра АТО, в районе Толоковки под Мариуполем боевики пытались штурмовать одно из украинских подразделений, но атаку успешно отбили. В ответ украинские силовики уничтожили один танк и автомобиль противника. Также сегодня ночью боевики вновь обстреляли позиции села АТО в районе Донецкого аэропорта вблизи Дебальцево и на юге зоны проведения АТО. Кроме этого, отмечается, что личный состав 32-го блокпоста, который выполнял задания в районе Смелого и был в окружении, передислоцирован без потерь и сосредоточился в новом безопасном месте. Андрей Лысенко также сообщил, что за прошедшие сутки из плена террористов удалось освободить 22 человека. По данным СНБО, за месяц освободили более 800 заложников. В России хотят возбудить еще одно уголовное дело против украинской летчицы Надежды Савченко. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил адвокат украинки Илья Новиков. В этот раз российские спецслужбы выдвинули еще более нелепое обвинение. Незаконное пересечение границы федерации. Адвокат также отметил, что документы для оформления Надежды Савченко в качестве депутата Рады уже готовятся. И хотя это не спасает ее от уголовного преследования в России, но это хорошая предпосылка к тому, что давление на российские власти в пользу освобождения Савченко со временем усилится. Напомню, Басманный суд Москвы вынес решение о том, чтобы оставить украинскую летчицу Надежду Савченко под стражей до 13 февраля следующего года. И пока на этом все еще. Увидимся. До встречи.